Прошло каких-то три недели и уже опять тянет подальше от цивилизации. Самый лучший способ побыть вне цивилизации, это поехать исследовать необитаемый остров. Причем на электровелосипеде. Учитывая, что там нет ни электричества, ничего, должно быть очень интересно. У меня на примете есть один такой остров. Он находится недалеко и туда можно съездить за выходные. Было бы, конечно, хорошо найти где-нибудь остров фиг знает где, но я уже использовал все свои отпускные дни на пять лет вперед, поэтому могу съездить только на выходной. Ну, полностью необитаемый его и назвать нельзя. Судя по Википедии, там есть какая-то биологическая жизнь. Ну, я думаю, мы съездим и посмотрим, правильно? Телефон пикнул, показал, что пришла посылка, а в посылке этой должен быть новый багажник для велосипеда. Прошлый мой багажник, который я вам показывал уже, что-то мне не понравился. Он цепляется к стойке сиденья и сидит высоко, центр тяжести высоко. Ногу перебрасываешь, вечно его задеваешь. Сегодня пятница, нужно установить этот багажник, собрать вещи, все зарядить. Надо еще заехать в магазин, купить какой-нибудь еды, проверить, есть ли газ у меня в примусе. Собраться и завтра утречком надо отваливать. Да, пришел багажник и еще одна ценная вещь. Такая штука, которая прицепляется сюда к фотоаппарату. Во-первых, тут появляется такое крепление для микрофона. Проблема большая в том, что когда я снимаю со штатива, чтобы вытащить батарейку поменять или карточку вытащить, списать в компьютер, всегда нужно откручивать штатив. Теперь такой проблемы не будет. Но попробую, расскажу подробнее. Хорошая вещь. Инструкция. Вот такой багажник, есть у него тут и пружина. Сейчас попробуем поставить. Солнце еще высоко. Нужно сегодня и собраться, и все успеть. Так что давайте покажу. Очень легкая, вообще ничего не весит. Болты, правда, поржавеют, видно. Сейчас повтыкаем все болты, завернем. Притащу лесопед, посмотрим. Хорошо, что винты под шестигранник. Ну, что-то вроде такого. Дисковые тормоза занимают много места, поэтому здесь вот такие есть надстройки, так сказать, которые должны перепрыгнуть нам через тормоза. Есть таких два длинных болта, вот они как раз до этих целей. Интересно, сколько нагрузку может выдерживать? Какие-то болты не очень-то серьезные. С другой стороны то же самое. Теперь надо разобраться, как здесь делать. Обратите внимание, в этом велосипеде есть заглушки, которые закрывают резьбу. Здесь у меня есть место для крепления вот этих вот штук. На другом велосипеде у меня на простом нет таких вот дырок с резьбой. Ну, даже резьба подходит. Также точно сцепляем вторую. Теперь надо проверить горизонт. Ну, вроде горизонтально. Так, осталось подтянуть все. Не хотелось бы, чтобы раскрутилось на ходу. Пришло время попробовать сумки. Есть у меня две, я уже про них рассказывал вам. Немножко мешается вот эта пружина. Поэтому надо ее поднять, застегнуть, а потом придавить. Попробуем вторую сумку. Все, и даже вот так вот прижимает эти уши. Ну, в принципе, можно что-нибудь еще сюда положить. Вот такой у нас получился багажник. Попробуем теперь его. Потом расскажу про впечатления. Ну, вот ни с того ни с сего пошел дождь. Пришлось перебазироваться в гараж. У меня есть вот такая сумка. Тут лежат камера запасная, набор ключей, насос. Между прочим, очень великолепный насос. Ничего не весит. Качает, в принципе, нормально. Он качает только в одну сторону. Но можно купить такой же точно двухсторонний. Зажигалка, на всякий случай. Инструмент для разбортировки колес. И на всякий случай вожу перчатки резиновые. Цепляется она вот так вот к сидушке. Сумка очень хорошая, но, к сожалению, пластиковое ухо уже сломалось. Сама сумка мне очень нравится. Ну, вот притащил я все барахло, что нам нужно собрать. В принципе, к сумкам претензий нет. Они не промокаемы. Но на всякий случай постельные дела я положу в кулек. Ну, я подробно рассказывать о каждом предмете не буду. Все это я рассказывал уже неоднократно. Если какие-то вопросы возникнут, посмотрите. Скорее всего, будет ссылочка внизу. Ну, или спрашивайте. Я расскажу подробно. Палатка. Про нее есть у меня обзор. И ее коврик. Тяжеловатый. Но очень хороший. Очень много я с ним путешествую. Но его надо надувать ртом, так сказать. Есть надувалка у меня. От USB работает. И какая-то там еще необычная надувалка. Но все это фигня. Лучше всего надувать ртом. Спальник. Спальник хороший. Несмотря на то, что такой маленький. Рассчитан он, видите, на плюс 4 градуса Цельсия. Здесь всякое барахло. Для меня, так сказать, тоналовочка. Сюда одевается она на этот мешок. Можно положить еще что-то. И хорошая подушка получается. Шимак. Хорошая вещь. Когда-нибудь надо будет про нее рассказать подробнее. Есть у нее 125 разных применений. Примус. Газа нет. Это надо исправить. 199. Сам пустой баллончик весит 100 грамм. И в нем газа должно поместиться 100 грамм. Как раз. Теперь лучше. Не успел я купить еды какой-нибудь туристической. Но придется завтра с утра покупать. Куртка. Это все, что касается электроники. Это так называемый PLB. То есть при нажатии кнопки может прилететь вертолет. Может быть и спасти. Это просто сидушка. Чтобы не сидеть на мокром песке. Это вся моя посуда. Ложка, которая ничего не весит. И кружка, и миска в одном лице. Фонарик налобный. И стойка для палатки. Она одна единственная. Может покажу, когда буду собирать палатку. Вот видите, загрузил уже и велосипед не держит. Ну, в принципе, и все. Если что, есть вот тут вот такие еще штуки. Сюда можно цеплять что-то. Ну, в принципе, велосипед остается подъемным. Интересно взвесить. 24 килограмма. Ну, не точно, конечно. Ну, в принципе, ничего. Где-то видел велосипед. Вот здесь вот на колесе была прицеплена бутылка. Не могу найти информацию, как она была прицеплена. Если какая-то есть у вас идея, подскажите, пожалуйста. То есть, все, что мне нужно, прицепить сюда полуторалитровую бутылку с одной и другой стороны. Ну, ладно. Завтра надо будет заехать, купить еще продуктов. Загрузить машину и ехать. Сейчас забежим, еды купим. В 10 утра меня должны забрать, забросить на остров. Погодку обещают максимум 15 градусов. Пасмурно. Дождя вроде не обещают. Ночью где-то 7-9 градусов Цельсия. В полном снаряжении. Вот наш кораблик уже ждет. Вот такая дорожка тут, кто-то протоптал. У меня с собой всего полуторалитровая бутылка воды, потому что и некуда положить, и тяжело ехать. Я почитал, что вроде как на кемпинге там должна быть вода. Но какой она там свежести, непонятно. Поэтому вся поездка... Ох, блин. Чуть не упал. На песке очень трудно крутить. Педали, двигатель... Бедный, наверное, сейчас перегреется тут все. Ну, тут красиво. Грязно только. По песку невозможно забраться на гору. Зарываются колеса в песок совсем. Добрался до кемпинга. Ну, вот отличное место. Вот тут я и буду жить. С видом на залив. Сейчас хочу распаковаться быстренько. Поставить палаточку тут. Выгрузить у нее все вещи. И налегке уже поехать исследовать остров. Что интересно, встретил тут мужичка. Он обслуживает этот кемпинг. Приезжает раз в неделю на катере. И прибирает здесь. Тут есть мусорный ящик, туалет. Вода написана непитьевая. Нужно ее кипятить. Но мужичок говорит, он привез сам свою воду собственную из дома, бочки, сюда. Как-то машиной. Она чище, чем в городе. Поэтому, говорит, не бойся, пей нормально. Воды тут хватает. Можно не беспокоиться. Самолеты летают какие-то одномоторные. Не меня ли они ищут? Лакомство туристов. Это манго засушенный. Яблоко засушенных фиг найдешь. И грудь. А манго, пожалуйста. Такова природа южного полушария. Орешки вот есть и печенки. И больше ничего нет. Ну, нечего шиковать. Люблю джет-бойл. 40 секунд, кружка готовая. А вот чай в пакетиках не люблю. Поэтому буду заваривать. Такая заварка есть. Хороший, краснодарский. Если помните такую рекламу. Зона комфорта – это самое страшное состояние, в котором может находиться человек. По отношению к Австралии я всегда удивляюсь. Вот представьте мореплаватели, да, 200 лет назад. Вот сидит дома, тепло, хорошо. Нет, нужно вылезти. Идти по морю без еды нормальной, без воды нормальной. Вот это и есть прогресс. Сидение на диване никогда не приведет к прогрессу. Такое вот у меня мнение. Поэтому, как только ощутил комфорт, нужно сразу вставать с дивана, выключать телевизор. Брать в руки гадальные карты и гадать, куда же мне поехать. Ладно, пойдемте по пляжу проедемся. Там, правда, сильный рыхлый песок, я смотрю, не поехать на велосипеде. Но попробуем. Да и птичку надо вытащить. Вот выехал на какую-то дорогу прямо. Я перешел на режим строгой экономии электричества. Еду на двоечке. Все, что можно, перевел в малопотребляемый режим. Дорога, правда, какая-то очень кочками. Видите, что творится. Как раз будет возможность проверить наш багажник в деле. Огромная проблема для путешественника в Австралии – это вода. Воды вообще нет на континенте. Четырехмиллионный город Мельбурн живет только на дождевой воде. Представляете, сколько надо? А дождей не так и много. Сейчас, правда, шли хорошие дожди. Водохранилища наполнились. По поводу водохранилищ. Во всем штате есть только одно единственное озеро природного происхождения. Все остальное – это уже выкопанные специальные водохранилища. У острова этого какая-то темная история. Дело в том, что это всего лишь на всего километров, наверное, 100 от центра Мельбурна. Хотя Мельбурн сам по себе гигантский. 140 километров по протяженности. И тут жили когда-то люди. И вот где-то в середине, наверное, 60-х правительство решило, нужно тут построить атомную электростанцию. Когда пошел бум атомной энергии. Как раз атомный ледокол Ленин, подводные лодки первые атомные. И, так сказать, решили освоить мирный атом. Дело в том, что на континенте вообще никаких ресурсов почти что нет. Ни нефти, ни газа, ни хрена. Но тут по миру пошли первые проблемы с атомной энергией. Все поняли, что это слишком грязная энергия. И, кроме того, англичане здесь взорвали пару раз атомную бомбу в середине Австралии. Кроме того, раскопали тут залежи угля. И народ говорит, а на хрена нам новые технологии? Давайте по старинке. Вон уголь есть, давайте его жечь, на нем электроэнергию делать. Привет. Это так называемая ехидна. Австралийский ежик. Только видите, какие колючки у него огромные. Вот так нос прячет и все. Но не будем ей мешать. Но перед тем, как здесь построить электростанцию атомную, государство скупило всю землю тут у фермеров. А когда строительство отменили, хотели ее продать обратно, но на хрен никому не нужно уже тут. И государство сказало, ну давайте сделаем тут национальный парк, который занимает сейчас 2 третьих этого острова. Вот по нему мы сейчас и едем. Что-то я заблудился тут уже. Вот так. Мало того, что необитаемый остров, так еще забыл. Какая-то лагуна. Надо глянуть. Немножко передохнуть. Тут фиг проберешься через кушери. Надеюсь, тут нету змей. Но тут должна быть лагуна, залита водой. Но вон чуть-чуть воды есть. Дальше не пойду. Тут может быть болото. А вот это самый настоящий австралийский буш. Все в колючках, все в репехах. Хрен пройдешь. Как тут велосипед? Никто его тут не умыкнул. Все-таки что-то есть интересное в необитаемости. Не представляю, как по песку можно без электротяги ехать. Равновесие нифига не держит. Дорога. Уморился. Весна. Цветочки кругом. А вот смотрите, кто тут спит. Эй, просыпайся. Холодно, поэтому спит. Это ящерица, так называемая. Синий язык. Правда, у нее синий язык. Длинный-длинный. Чуть-чуть надо еще подняться на горку. Видите, вот. Такое строение. Как маяк. Ну, не маяк, а створ. Здесь один створ. Там другой створ. И когда корабли ведь их совмещенными между собой, значит, идут правильной дорогой. Сейчас попробуем туда подняться. Но тяжело. Тут все по песку. Колеса прокручиваются. Приходится крутить ногами в основном. Ну, вот, закарабкался на вышку. Пришлось вручную тянуть. Двигатель не помогает. Ну, вид открывается. Великолепный. Конструкция какая-то. Прошлых тысячелетий. Где-то должен быть ответный створ. Я думаю, это доисторическое какое-то дело. Сейчас уже никто не пользуется. Скрипит только створ как-то подозрительно. Еще одна эхидна. Ну, вот мы добрались и до воды. Вон, два километра до кемпинга. Кружочек сделали вокруг всего острова. Фух. Знакомое место. Добрались, наконец-то. Время полчетвертого. Пять часов мотались по острову. Хоть и электрический лесопед, но по песку ехать очень тяжело. Он не справляется. Приходится докручивать. Я понимаю, что можно поставить мощнее двигатель, но тогда два дня мотаться тут батарейки не хватит. Кстати, пять часов не было. Обратите внимание. Шесть часов цикл у приливов-отливов. Пойдемте посмотрим, что происходит тут с водой. Вот это я утром ездил. Ездил далеко от воды. А сейчас, видите, вода подошла куда. Не, купаться не тянет. Вода прохладная. На улице 15 градусов. Наверное, чайку надо попить. Устал немножко. Ну ладно, попил чайку. Надо пойти погулять. Хорошо, можно все вот так оставлять. Брать тут некому ничего. Пойдем, пройдемся. Кстати, хочу сказать, интересно, что маленькая сумка, которая висит на велосипеде, у нее есть ремешок, дается. И когда нужно отойти от велосипеда, что хорошо, можно всегда ее взять с собой. Ветерок сильный. Хорошо палатку в кустах пристроил. Ветра нет. Вообще удивительно. Всего 100 километров от центра 4-миллионного города Мельбурна. И ни души. На континенте кипит жизнь. Здесь никого. Удивительно. Великолепная возможность вырваться из города и побыть одному. Что-то погода портится, усиливается ветер. Надо дуть обратно к палатке. Кто унесет ее нафиг. В седьмой час надо идти в палатку. Есть охота на одних орешках и манги. Не проживешь. В австралийском туризме самое главное, не забыть закрыть палатку. А то ночью могут быть разные сюрпризы. Ну что, надо готовить еду. То, что в магазине купили. Дорогая зараза. Ну, ничего не весит. И очень просто готовить. И закрыть. И ждать 10 минут. А на пляже солнце вовсю выглянуло. За весь день, наверное, первое солнце. Сейчас еще и купаться полезем. Ну вот и заканчивается день. Хоть остров абсолютно плоский. Гора, на которую мы заезжали, я посмотрел, 96 метров в высоту всего лишь. Это высшая точка этого острова. Но все равно съездить довольно сложно, потому что песочная основа. Но в любом случае, надо сказать, что электровелосипед просто супер. На простом велосипеде тут невозможно было проехать. Но проблема только зарядки. На каком-нибудь атомном реакторе, когда будут велосипеды ездить. Вот тогда начнется жизнь. Что касается солнечной батареи. Я уже снимал один ролик. Но я на днях выложу еще один. Потому что у меня есть несколько солнечных батарей. Я их запущу, померю. Есть правильный прибор, который все, что хочешь, мерит. Разберемся с этим вопросом. Но пока что я вижу, что чтобы зарядить аккумулятор у велосипеда, нужно вот такую большую батарею. Бензиновый двигатель в этом смысле, конечно, эффективен. Можно было взять с собой канистрочку и ездить сколько хочешь. На этот остров с бензиновым двигателем не пускают. Автомобили только по разрешению. Только для служб, обслуживающих этот парк. Ну и каких-то местных жителей. Ну ладно, завтра новый день будет. А сейчас пора лезть в берлогу. Давайте, до завтра. Ну что тут? Зима. Всю ночь шел дождь. Лесопед мокрый. 7 утра. Ну пора вставать. Ну ладно, складываемся. Здесь, наверное, позавтракаю. Велосипед весь мокрый совсем. Разъемчик надо почистить. Промок он тут немножко. Чая осталась последняя пачка. Ну пополам, наверное, разделю. Вот опять дождь заморосил. А я уже все вещи вытащил. Так что все обратно побросал в палатку. Хорошо, что ее не собрал. Забился вот в берлогу. В делопоходе, конечно, большая проблема. Места практически нет. Но тащить больше палатку смысла нет. В принципе, хватает палатки на все нужды. Но в такой ситуации, что делать? Наверное, надо пленочку с собой таскать. Сейчас бы растянул между деревьями. Ну, в принципе, вариант. Так, чайок-то варился. Зато какой у меня тут сахар есть. Откуда он такой, даже не знаю. Где-то, наверное, в самолете выдали. Вроде дождик кончился. Ну ладно, уже вылазить не буду. А то тут пока вылазишь, обязательно что-нибудь перевернешь. Зато в Южном Паврушарии скоро лето. Сейчас начнется жара. Можно будет купаться. Вот если искупаться, то тут совсем другая жизнь получится. Птички поют. Ой. Раз птички поют, значит, дождя больше не будет. Можно ехать спокойно. Ну вот, выглянуло солнышко. Снял даже кожуру с себя. В принципе, прохладно, но нормально. Пау-банк заряжал все ночью. Даже половины не разрядился. Он у меня на 15 ампер-часов. В дроне осталась одна из трех батареек полная. Две посадил. В принципе, с электричеством проблем нет. Если вдруг надо еще оставаться на день, то могло бы хватить. Но в велосипеде уже заканчивается батарейка. Еду на троечке. Батарейка показывает половину. Если переключаюсь на пятерочку, показывает одно деление. Ну, два слова про багажник. Багажник очень нравится. Пока что я к нему претензий не имею. При вот такой жуткой дороге он держит себя хорошо. Ничего не раскрутилось. Ссылку я не могу дать на Алиэкспресс. Я покупал на местном Эбэе. Ну, похожую, если найду, покажу. Но это будет не тот же самый багажник. К сумкам давно уже претензий нет. В маленькой сейчас лежат все технические и видеодела. А в большой у меня лежат хозяйственные вещи, спальные вещи, палатка и еда. Но пока что за два дня не видел ни одного человека, кроме мужичка, который порядок наводил на кемпинге. На карте написано, что какое-то смотровое место. На велике тут уже не проехать. Пойду-пройдусь. Что это может быть? Надо же. Фотоловушка или счетчик какой-то. Ну, она скорее всего фотографирует. Здесь где-то водопой. Обалденное место. Кушери только. Я думаю, что тут вообще никто не знает про такие места. Ну, раз фотоловушка стоит, значит кто-то уже тут был. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу сказать, что этот канал посвящен путешествиям, транспорту для этих путешествий. Поэтому, если у вас присутствует дух приключений, то вы знаете, что нужно делать. Ну, а тем, кто уже подписан, до встречи на дорогах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok